Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Несмотря на достаточно неплохие цифры, я бы сказал, совсем неплохие цифры среднего урона и ассиста, для шестого уровня, знаете ли, тысяча урона-то совсем немало. Может быть, некоторым покажется, что это немного, что я там две накидаю. Ну, честно говоря, сомневаюсь. И циферки именно вот те, которые мы видим в плане того, какой фарм эта машина обеспечивает, являются крайне неутешительными. Потому что, ну, не фармит Hellcat на самом деле. Есть машины, которые фармят гораздо и гораздо лучше. Вполне возможно, мы еще какую-нибудь ПТ-шечку рассмотрим, но, во всяком случае, Hellcat как-то на эту роль подошел очень и очень слабо, ребят. Ну, в общем, циферки говорят сами за себя. И я думаю, что мы еще в этой передаче кое-что увидим другое, более интересное. Так что, Hellcat, несмотря на то, что это очень хорошая машина, фармер из него, мягко говоря, никакой. А ведь были времена, когда я сам фармил именно на нем. Бывает же такое? Следующую позицию занимает OE Experimental. Это японский тяж пятого уровня. Великолепная, замечательная машина, которая огромная, еле ползает совершенно без брони. Многие думают, что она бронирована. Так вот, нет. Но зато у нее есть великолепнейшее топовое орудие. До сих пор не понимаю, кто на ней катается с фугаской и зачем это нужно, когда фугасами можно стрелять даже из топового ствола. У него альфа в 360. Это на топовом-то стволе. Кроме того, скорость полета снаряда лучше, бронепробитие здесь офигенное. Да и обычная ББшка наносит 300 урона. А фугасам можно такой урон и не нанести. Кроме того, она еще и точнее. Ну, просто набор положительных моментов. Так вот, что я вам хочу сказать, ребята. Внезапно эта машина показала просто феноменальные результаты по фарму. Потому что действительно фармить на этой машине легко и просто. Потому что... Потому что просто циферки. Офигительные. Я вам скажу, это не случайно. Потому что эта машина фактически не страдает против седьмых уровней. Потому что семеркам ей есть что показать. Показать свой дрын, которым она может огреть полбу кого угодно. Ну, такое пробитие. Чего уж там говорить. Если вы мажор, то можете, конечно, возить с собой парочку-троечку голдовых снарядов, которые имеют еще большее пробитие. Кстати, тоже бронебойные. Как ни странно. Но в целом-то хватает и обычных ББ-щик, которые дешевенькие. Кроме того, можно наносить великолепный урон, что мы, собственно, видим в этом бою. Просто какой-то рекордный бой в этом плане. Ребят, повторюсь, пятый уровень. Всего-навсего пятый уровень. Вот только что в ангар отполз 25 пополам. Это машина седьмого уровня. Это я так напоминаю. Мало ли кто не знает. Ну, так вот. В целом я хочу сказать, что самый слабый результат – это 9500 серебра. Это как бы не сильно много, но что-то не пошло у нашего 49% игрока. Зато топовые игроки вынесли свыше 13 тысяч за бой. Что является, несомненно, великолепным результатом. А самый слабый игрок команды вынес целых 11 тысяч. То есть, фактически, эта машина на данный момент является рекордсменом среди непремиумных танков. Потому как... Потому как она еще и подтаранить иногда может. Вот так вот. Фактически, воспользоваться массой и нанести урон без снаряда. Замечательно. Просто великолепно. Ну что ж, ребят, поехали дальше. Ну и последним испытуемым на сегодня является британский Кромвель. Хорошая машинка, веселая, фановая. Но, как водится в таких случаях, не без проблем. Самая главная и основная проблема этой машины заключается в том, что орудие ее оставляет желать лучшего. Во-первых, недостаточное бронепробитие. Во-вторых, сводится она, ну, очень долго для скорострельной пушки. Стоит только чутка тронуться с места, и у вас круг сведения на полэкрана. В общем-то, одни сплошные недостатки. Кроме того, еще и брони не имеется. Просто не завезли в этот раз брони. Ну, вы скажете, а что ж в ней такого классного? Что ж такого фанового, веселого? Да ответ очень прост. Машина очень быстрая. Она очень маневренная. И, соответственно, на ней нужно действовать в ближнем бою. Но очень аккуратно. Потому что, смотри, пункт первый, брони нет совсем. Ну, ничего страшного. Как бы и без брони можно воевать. Но, знаете, такое. Не у каждого получается. Потому что, когда у тебя очень косое орудие, то не всегда получается ворваться на одиночную цель. Да, кроме того, эта цель может еще и сдачи дать пароль. Поэтому результаты, как бы так, Кромвель показывает не сногсшибательные. Ему нужна, разумеется, частично голда. То есть, нужно, чтобы в боекомплекте было какое-то количество голдовых снарядов. Очень желателен доп-пайок. Очень желателен хороший экипаж, оптика и так далее, и так далее. Чтобы он мог выполнять роль легкого танка. А так он, вроде бы как, и не особенно справляется с этой задачей. То есть, вроде бы как он похож на легкача. Но, с другой стороны, он как бы, как легкач, он не очень. Как и СТ-шка, ну, как бы тоже. Не во всех случаях его можно эффективно применить. Потому что, ну, потому что слишком уж много у него проблем. Ну, и возвращаясь к этому бою, хочу сказать, что такой бой получился реально классный, интересный и забавный. Потому что здесь наш топовый игрок играет из команды и, как бы, показывает результаты на высоком уровне. Ну, конечно же, вот союзникам нужно было взять и помешать здесь нашему Кромвелю, который ведет за собой фактически всю команду. Ну, что ж, ладно. Соловья баснями не кормят. Давайте посмотрим итоговые результаты. А они у нас совершенно неутешительные. Дело в том, что эту задачу Кромвель с Хеллкетом успешно провалили. Да, такое тоже иногда случается. Я надеялся, что я смогу вас порадовать этим вопросом, что, мол, машинка хорошая и фармит хорошо. Но, ребят, нет. ОИ Экспериментал становится абсолютным чемпионом нашей передачи. Потому что он действительно фармит замечательно и великолепно. И вот, как бы, интересный момент. Наш Кромвель бросает цель. Понимаешь, что сейчас на захват базы станут противники. И он уже едет сбивать. Потому что самое время. Время пришло все-таки побеждать в этом бою. Ребят, ну а в целом я хочу сказать, пока вы досматриваете этот бой. Напишите в комментариях, какие еще машины вы бы хотели увидеть в наших испытаниях. Вполне возможно, какая-нибудь премиумная машинка может быть у нас появится. Ну, только какого-нибудь небольшого уровня. Потому что все-таки эта передача рассчитана на того, кто играет без премиума. И фактически не вкладывает денег в игру. Это очень и очень важно. Вот. Поэтому, как бы, маленький премчик, я думаю, может себе позволить там чуть ли не каждый. А вот какой-нибудь уже посерьезнее, то сами понимаете. Собственно, ребят, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok